Доброе утро, коллеги! Вот наступило 11 часов утра, я очень рада, что вы присоединились к нам и продолжаете все еще присоединяться, для того, чтобы послушать презентацию о Малайзии. Меня зовут Алиса Липская, я являюсь руководителем отдела Юго-Восточной Азии в компании PeterTour. Это санкт-петербургский туроператор. Уже на протяжении более 12 лет мы отправляем туристам по экзотическим направлениям, в числе которых является Малайзия, о которой я сегодня хочу рассказать. Во-первых, я бы хотела сказать, что мы предлагаем в Малайзии, во-первых, индивидуальные туры. Это отдых для туристов, в том числе мы можем совместить его с различной экскурсионкой. Мы предлагаем групповые туры. Групповые туры экскурсионные. Мы специально предлагаем для ваших туристов различные варианты экскурсионного отдыха. В основном это, скажем так, природного характера экскурсии. Однако для многих туристов это сейчас является очень интересными программами. Экскурсионные программы можно комбинировать с отдыхом, как я уже сказала. Можно просто отдыхать, находясь в... Мы предлагаем круизы. О днем туристы будут ходить по экскурсиям, по обзорным экскурсиям, соответственно, по столицам основных городов. Также мы занимаемся приемом групп в различных странах. Конкретно в Малайзии у нас есть замечательные партнеры, которые уже на протяжении многих-многих лет принимают российских туристов и крупные российские группы в Малайзии, в том числе на островах Лангкали, на крупных выставках. Соответственно, можно, не боясь, совершенно спокойно отправлять свои группы, запросы на группы к нам и с удовольствием занимаемся такими запросами. Что касается Малайзии, что мы можем предложить там, помимо экскурсионки природной, о которой мы поговорим чуть позже? Естественно, это великолепные пляжи, потому что в Малайзии действительно великолепный белый песочек, мелкий, красивый, приятный, теплый, замечательная прозрачная вода, которая также дает нам доступ к незабываемому подводному миру. Это рыбки, это снорклинг, это дайвинг, да, соответственно, есть несколько мест в Малайзии, куда мы можем пригласить профессиональных дайверов, погружаться, смотреть и наблюдать за потонувшими кораблями, что, в общем-то, для дайверов является всегда довольно любопытно. Плюс это можно совместить, когда у нас едет отец, который хочет заняться дайвингом, мы можем предложить его семье, великолепные пляжи, и детям будет комфортно купаться, мама будет прекрасно забирать, либо заниматься шопингом, а папа будет плавать и погружаться. По поводу Малайзии, это государство Юго-Восточный Айзин, оно состоит из двух частей, Западная Малайзия и Восточная Малайзия. Восточная Малайзия – это остров, это северная часть острова Калимантан, которую Малайзия делит с такими государствами, как Индонезия и Бруней. Между этими островами проходит Южно-Китайское море. Соответственно, здесь по карте очень хорошо это видно. Западная часть, Восточная часть, Южно-Китайское море. Вот эта часть Индонезии, и здесь находится небольшое государство Бруней, куда, в общем-то, тоже можно отправить туристов, если они очень захотят. Но и туда необходимо оформление вида. По поводу столицы. Столица страны, государства – это Куала-Лумпур. Вот она находится прямо на западном острове. Посмотрите, пожалуйста, я указываю карандашиком. Столица Малайзии – Куала-Лумпур. Туда мы летим с нет какими пересадками. Из Москвы мы летаем на различных авиакомпаниях, либо через Абудаби, либо через Катар, через Духу, через Дубай, авиакомпании Emirates и различные другие. Мы предлагаем самые оптимальные варианты перелетов для туристов и по оптимальным стоимостям. То есть мы отслеживаем акции и обычно предлагаем самый недорогой вариант. Если у вашего клиента есть какие-то предпочтения по поводу авиаперелета, обязательно следует это указывать, потому как в первую очередь будет предложен самый недорогой вариант. После того, как мы прилетели в Куала-Лумпур, мы сразу ощутили часовую разницу, потому что там идет плюс 5 часов. Немножечко о государстве хочу сказать, что территория государства более 329 тысяч километров, квадратных километров. Это 65-я территория в мире, то есть страна довольно крупная. Сама по себе все жители государства очень дружелюбны, всегда улыбаются, всегда очень радостны и очень рады видеть гостей в своей стране. Они всегда с радостью покажут вам свою страну, свое государство и расскажут о своем быте. Нужно отметить, что государство является мусульманским, что основная религия это ислам, соответственно, и, ну, например, алкоголь, ну, не очень приветствуется, скажем так. Они никогда не против, они ничего не скажут, но сами они не пьют алкоголь. В том числе они просят, чтобы, ну, как они просят, мы просим, чтобы наши клиенты не оголялись сильно, потому как для многих жителей государства это может быть не очень приятно. Поэтому, конечно, следует все-таки обращать внимание на какие-то культурные традиции государства, в которых мы хотим отдохнуть. Немножечко о таможенных правилах. Смотрите, визовый режим в Малайдии очень упрощен. Для граждан Российской Федерации и большей части страны СНГ разрешен безвизовый въезд на территорию Малайдии на срок до одного месяца. Это, на самом деле, очень хорошее условие. Единственное, нужно проверить, чтобы паспорт туриста был действительным в течение шести месяцев с момента въезда. Для таких стран, как Кыргызстан и Туркменистан, можно находиться даже до трех месяцев. По поводу безопасности в Малайзии. Могу сказать, что Малайзия – это одна из самых безопасных для туристов стран Юго-Восточной Азии. В принципе, воду из-под крана можно даже пить, но мы, конечно, рекомендуем все равно использовать либо бутылированную воду, либо кипяченую воду. Просто потому что, чтобы не рисковать здоровьем туристам. Преступность в стране невысокая. Ну, естественно, лучше всего в людных местах все равно присматривать за своими сумками, за своими документами, деньгами, потому как, ну, всякое бывает в жизни, лучше этого избежать. По поводу разницы во времени. Как я уже сказала, что у нас разница с Москвой 5 часов составляет, поэтому если туристы летят и сразу запланировали себе какую-то крупную экскурсионку, порекомендуйте им все-таки сделать 1-2 дня просто на отдых, на то, чтобы отдохнуть, выспаться, прийти в себя после длительного перелета и ощутить разницу во времени. В Малайзии очень много праздников. Они очень радостные люди и очень любят отдыхать. Соответственно, они очень любят различные праздники. Не считая Нового года китайского, не считая Нового года европейского, они отмечают также Тайский Новый год, например, в штате Пенанг, Христианское Рождество, естественно, они очень любят, Индусский Новый год обязательно отпразднуют, и мусульманский, естественно, поскольку страна является мусульманской. Помимо всего прочего, огромное количество фестивалей проводится, различных и музыкальных, и культурных. Все это можно предлагать туристам, и в любое время, когда бы они не летели в Малайзию, практически 70% времени проходят какие-то праздники, и ваши туристы могут достать, увидеть и поучаствовать в каком-то из них. Несколько мотивационных картинок, потому что это действительно здорово, это красиво, это толпа наряженных людей, это очень яркие краски, теплый прием, не очень дружелюбные люди. Кстати, по поводу нарядов, могу сказать, что в Малайзии до сих пор неледкость встретить человека в национальной одежде, потому что у них существует правило, что каждый четверг, каждый работник, каждый государственный служащий обязан прийти на работу в национальном костюме. Поскольку выглядят они довольно интересно, и, в общем-то, довольно удобно в повседневной жизни, это не является чем-то сложным для них, и они радостно этого исполняют. Национальная кухня Малайзии, так же, как и вся Юго-Восточная Азия, основывается на рисе, и могу сказать, что используют так же много специй, как и во многих других странах, однако здесь они используют, например, блюдо сатэ. Малайзии – это самое известное блюдо национально-малайзийской кухни. Там действительно очень много специй, но они не очень острые, то есть они действительно приятные на вкус. Туристы не нужно, как Таиланде просить, сделать немножечко над спайси, потому что, в принципе, малайзийские блюда довольно мягкие по вкусу. У них очень много специй, но они не острые, как таковые. То есть, естественно, можно найти особенные блюда, но, тем не менее, в основной массе это приятная кухня, которая подходит, в общем-то, многим зрителям. Куалампур – это столица Малайзии. Это мегаполис, который расположен на юго-западе Малакского полуострова. Главной достопримечательностью этого города являются башни-близнецы. Я на них даже покажу, хотя наверняка все их видели, и все точно знают, что это такое. Это башни, на которые хотят зачастую подняться туристы. Здесь великолепная смотровая площадка прямо вот между этими башенками. Туристы поднимаются, выходят на этот смотровой мостик и смотрят, соответственно, на город с высоты течего полета. Помимо башни-близнецов существует другое невероятное количество достопримечательностей, которые мы обязательно показываем нашим туристам. Я чуть позже расскажу, о чем конкретно разговариваем мы сейчас. Но могу сказать, что Куала-Лумпур – это город, который не стоит пропускать в своей поездке. То есть если у туристов так сложилась ситуация, что они летят куда-нибудь через столицу Куала-Лумпур, я бы порекомендовала сделать там хотя бы две ночи, хотя бы для обзорной экскурсии. Причем можно через Куала-Лумпур мы летим не только на острова Малайзии, мы летим на другие страны в том числе. Что касается экскурсионной программы, посмотрите, пожалуйста, город действительно очень красивый, город красочный, очень много разных совершенно по стилистике мест, достопримечательностей, которые мы показываем нашим туристам. Во-первых, это главная площадь, это мусульманская мечеть, это китайский храм, вот здесь царская ревиденция, телебашня, которая находится также в городе, ну, относительно недалеко от башен-близнецов. Все это туристы увидят во время посещения Куала-Лумпур, во время экскурсионной программы, обзорной экскурсии, которую мы предлагаем туристам. Китайский квартал, тоже, в общем-то, является очень интересным местом. Следующий нюанс, на который я хотела бы обратить внимание, это международные и внутренние терминалы, международный аэропорт и внутренний терминал, аэропорт, прошу прощения. Прошу обратить внимание, что в международном аэропорте существует еще один спутниковый терминал, как он называется, терминал А. Если вот здесь посмотреть на карте, вот он расположен крестиком таким. Это тот самый, куда в основном прилетают международные ветки. Соответственно, выйдя из самолета, пройдя немножечко, турист садится на скоростной поезд, который за очень короткое время, за несколько минут, доставит его в основной, главный терминал международного, международный терминал аэропорта. В принципе, никаких проблем в этом не возникает, потому как туристы просто идут, ну, грубо говоря, прямо за толпой, они смотрят, куда идут все туристы, и следуют все пассажиры, и следуют за ними. Никаких проблем не возникает, даже у людей, которые не обладают, не владеют английским языком. Также есть терминал бюджетных авиалиний КЛИА-2. Это совершенно другой терминал, он находится в стороне от международного, но туда прилетают все местные авиалинии, большинство местных авиалиний, и оттуда необходимо на трансфере выбираться до международного терминала, что, в общем-то, тоже не составляет никаких проблем, поскольку туристам выдается подробная памятка, даже если они не в состоянии самостоятельно справиться, они показывают свой международный билет дальнейший на рейс, и их с удовольствием проводят, и покажут, как им добраться из одного терминала в другой. То есть, в принципе, нет необходимости постоянной поддержки туристам на телефоне, например, или подробно расписывают, как куда идти, потому как, в принципе, там все интуитивно понятно. Процедура заселения в отель. Хочу обратить ваше внимание, что заселение в отель в Ланзе после 15 часов дня. А, заселение в 12 часов дня. В 99% отелей есть бесплатный Wi-Fi. При регистрации в отель обычно просят у туристов оставить депозит. Зависит от отеля, от его категории и от, в принципе, правил политики отеля. Поэтому просьба уточнять при бронировании, либо на момент выдачи документов. Очень просим уточнять, в каком отеле какой депозит потребует от туристов. И еще обратите внимание, что с 1 сентября 2017 года, и это очень важно, при заселении в отель необходимо оплатить туристический налог. На данный момент это 10 ренгит за номер за ночь. Это около 2,5 долларов. Квитация об оплате необходимо сохранять до конца путешествия. Для того, чтобы, ну, могут спросить. Поэтому это сумма, которая не входит в стоимость ночь и проживания. По желанию турист может оплатить это отсюда, из Санкт-Петербурга или из Москвы, оплачивая нам тур. Но могу сразу сказать, что чаще всего туристы это делают все-таки на месте. Также есть, как я уже говорила, Куау-Мумпура – это столица шопинга. И когда ты делаешь крупные покупки, очень хочется знать по поводу возврата налога. В Малайзии есть возврат НДС, и он составляет 6%. Возврат осуществляется во всех международных аэропортах с удержанием комиссий за обслуживание. Единственный нюанс такой, что, в принципе, работники аэропорта имеют право потребовать, попросить ваших туристов показать то, что они купили. Они имеют на это право, поэтому, в принципе, это просто стоит иметь в виду. Следующий слайд. Я бы хотела немножечко рассказать об отелях в Куау-Мумпур, поскольку город крупный, это действительно мегаполис, очень большой выбор отелей. Некоторые уже старые, некоторые поновее, поэтому каждый раз стоит обновлять немножко базу. Здесь есть список отелей 5 звезд, 4 звезды и 3 звезды. Я бы хотела вам показать несколько пятерок. Ну, во-первых, Мандарина Рентал. Это цепочка, все ее прекрасно знают. Естественно, это отель, который гарантирует свое качество. Это для тех, кто обожает пятерки, кто любит хороший сервис и готов за это платить. Соответственно, открываются потрясающие виды на парк Ки-Л-Си-Си и башню-близнецы. Отличное, превосходное расположение в самом центре города. Очень хороший комплекс услуг внутри самого отеля. Это рестораны, различные ночные клубы на нижних этажах здания. То есть, действительно, отель предлагает своим туристам максимум сервиса. Следующий отель Ридс Карлтон. Можно сказать, все то же самое. Мы рекомендуем для взыскательных туристов, для тех, кто конкретно хочет отдых очень высокого уровня. Расположен этот отель недалеко от торговых центров, в шаговой доступности от ресторанов. То есть, классическое оформление отеля дает возможность туристам почувствовать себя любимыми. Великолепный сервис. В общем, чаще всего туристы, которые просит Ридс Карлтона, не знают, за что они платят. Поэтому это один из тех отелей, которые мы тоже можем порекомендовать. Отель Интерконтиненталь, Ки-Л, это тоже отель 5 звезд. На перекрестке двух самых больших улиц столицы. Что касается этого отеля. Отсюда можно пешком дойти до башен Близнецов. Это примерно 10 минут пешочком. При этом можно выбрать путь через парк. Соответственно, прогуляться по парку, дойти до башен Близнецов. Отель известен своими музыкальными программами, которые исполняются вечерами в лобби. Отзывчивый персонал, замечательное обслуживание. И могу сразу сказать, что это замечательный отель, включен в наш пакет стандартный две ночи в Куала-Лумпур, если вы покупаете пятерку на каких-либо других островах. То есть, соответственно, когда вы покупаете стоп-овер в Куала-Лумпуре, вы можете спокойно рассчитывать на то, что это будет отель Интерконтиненталь, очень высокого уровня отель 5 звезд, ну, либо какой-то подобный. Также могу сказать по поводу четверки. Есть четверка Трейдерс, она уже не самая новая, но это действительно самостоятельная достопримечательность Куала-Лумпур. Это самый популярный отель с великолепным видом на башню Близнецы. Есть замечательный бар, Sky Bar на 33 этаже этого здания. Там великолепный вид, то есть панорамные окна, которые открываются прямо навстречу небу, закату и важным близнецам. Элемент Байвестин – это новая четверка, это отель 4 звезды. Он относительно недавно открылся, и сейчас мы его предлагаем в пакете две ночи в Куала-Лумпур, стоп-овер, при покупке отеля 4 звезды на островах, где-либо на островах. Также можем порекомендовать, потому что, во-первых, это отель новый, во-вторых, это отель в центре города. У него сейчас очень хорошая стоимость, поэтому, в принципе, туристу можно рекомендовать, совершенно не боясь за качество. И вот если посмотрите на картинки, он очень свежий, очень красивый, номера просторные, поэтому туристы могут быть спокойны по поводу этого отеля. Также отель «Марики» и «ЛСС». Тоже четверочка за доступную стоимость, которую мы обычно предлагаем в качестве альтернативы, например, в Эстину. По поводу экскурсий. Хочу обратить внимание, как я уже говорила, обзорная экскурсия в Куала-Лумпур, она очень интересна. Именно потому, что сама по себе столица, сама по себе страна совмещает огромное количество национальности внутри себя. Они очень лояльны и в плане религии, и в плане, в принципе, людей. Они очень приятны, очень дружелюбны. Поэтому, когда вы едете на обзорную экскурсию, ощущение, что вы попадаете сразу в несколько стран. Потому как во время обзорки туристы видят и китайский квартал, им показывают китайский храм. Там они осуществляют определенные, скажем так, молитвы возносят. Потом они едут вместе с гидом в мечеть, в самую крупную мечеть столицы. По возможности, если мечеть открыта в это время, то туристы могут даже попасть внутрь и посмотреть, как она выглядит изнутри. Но это не всегда, к сожалению, доступно. Все-таки это действующая мечеть. И там есть определенные запреты. Туристы объедут весь город, они увидят максимум, который может им предложить столица. Это дневная экскурсия, соответственно, у них будет возможность пофотографироваться на фоне башни-близнецов, что, в общем-то, тоже довольно любопытно. Но хочу обратить ваше внимание, что в эту стоимость, в эту экскурсию не входит подъем на башню-близнецы. Это дополнительная услуга, которую партнеры просят бронировать заранее, поскольку очень сложно купить билеты. Ну, это очень популярная экскурсия. Также наши туристы очень любят экскурсию в пещеры Бату. И она же совмещена с лавянной пабрикой. Пещера Бату это великолепное тоже национальное обестояние. Это место, где проводится много фестивалей различных религиозных, ну, религиозного содержания. Соответственно, туристы едут к Куал-Лумпур, немножечко отъезжают из города, смотрят эти пещеры, они ведут тропики, они ведут джунгли, они ведут местную религию, местные какие-то верования. То есть это тоже очень хорошая, насыщенная экскурсия, которую обычно туристы с удовольствием берут. Экскурсия в город Патраджая это бизнес-центр, это бизнес-центр столицы, это бизнес-центр Малайзии, про прощение, это недалеко от столицы, то есть буквально в получасе, часе езды от столицы находится город Патраджая. Он прекрасен, он красив. Там великолепная, огромная розовая мечеть, посмотрите, вот она в закате, она выглядит особенно потрясающе. Вообще вечером этот город, честно говоря, замирает, потому что там в основном государственные здания. А в основном это люди, которые работают, приезжают туда с утра и вечером, соответственно, уезжают, потому что живут они все в Куалампур. Однако это замечательный тур, который можно предлагать своим туристам. Единственное, я бы рекомендовала его делать либо по дороге в аэропорт, либо по дороге из аэропорта, то есть на усмотрение туриста, поскольку это прям по дороге, ну это действительно недалеко между аэропортом и столицей. Дополнительные экскурсии, которые предлагают наши партнеры, это Малайзия на вкус, это гастрономические приключения, на самом деле, в Юго-Восточной Азии все партнеры очень любят предлагать подобного рода экскурсии, а туристы очень любят соглашаться, потому что это действительно любопытно, попробовать на вкус чужую культуру. Это действительно здорово. И вторая экскурсия, которая безумно нравится мне и моим коллегам, которую мы всегда предлагаем, мы постараемся, чтобы туристы купили ее, потому что это светлячки. Светлячки это поездка туристов за город, они едут на комфортабельном автобусе довольно-таки какое-то время, около двух часов, и доезжают они до реки, к вечеру, то есть, соответственно, сначала их кормят ужином во время путешествия, им рассказывают много полезной информации, но самое интересное наступает после заката, когда становится темно. Эти замечательные насекомые, светлячки, которые вот вы видите светятся на ладошке у мужчины, вот здесь вот прям видно, они находятся везде. Это действительно невероятно, непередаваемо, это очень красивое зрелище, которое мы обычно рекомендуем туристам, потому что ну это очень большая редкость, это масса впечатлений, это действительно красиво, это та природа, за которой едут большинство туристов. Также прошу обратить внимание, что в самом Куала-Лумпур находится аквапарк и парк аттракционов Санвей-Лагуны. Мы обычно предлагаем это туристам с детьми, которые не знают, чем заняться в Малайзии на протяжении долгого времени. Например, отец прилетает в Куала-Лумпур по бизнесу, по работе и находится около пяти ночей там. Если его сопровождает семья, то для них это идеальный вариант для проведения времени свободного, потому что дети будут в восторге. Огромное количество в отдых, горок, аттракционов и так далее. То есть это действительно на целый день там можно остаться, а то и на два. Вообще на территории Санвей-Лагун это же и отель, поэтому многие остаются прямо жить в нем, чтобы с утра до вечера заниматься тем, чтобы кататься на горках и развлекаться. Ну и последнее, наверное, что бы я хотела сказать по поводу экскурсии, это ужин на телебашне Минара-Киэл. Вы видите, здесь написано Минара-Киэл. Люди ужинают прямо действительно в ресторане на телебашне с великолепным видом. Так, немножко по шоппингу в Куала-Лампуре хотела бы уточнить, что это действительно город любителей шоппинга. Несколько последних лет столица действительно прочно занимает четвертую строчку в хит-параде лучших городов для шоппинга. Я прошу прощения, я просто не успеваю отвечать на вопросы, которые вы подписываете внизу. Я обязательно отвечу после презентации сразу всем отпишусь. Хорошо? Извините, пожалуйста. По поводу шоппинга могу сразу сказать, что в принципе в плане одежды это действительно большой выбор. Это относительно недорогие цены. То есть, естественно, турист должен понимать, что это не рынок, это магазин высокого качества за приемлемые деньги. Очень много местных бутиков, очень много местных дизайнеров. Все это можно найти в Куала-Лампуре. Но самое интересное, наверное, это для... Это техника, потому что здесь она действительно достаточно недорогая. Следует отправляться на рыночки, в центре города для покупки, ну, посмотреть, соответственно, технику, которая предлагается. А помимо всего прочего, обязательно предлагайте и напоминайте туристам, что здесь очень много традиционной одежды, очень много батика, ручной вышивки и различных тканей, которые действительно делаются вручную, очень качественные, очень натуральные. Все это можно приобрести здесь. Ну, действительно, предлагайте туристу, если вы знаете, что он у вас любит такое времяпрепровождение. По поводу того, куда мы летим после Куала-Лампур или Сингапура. Мы обычно рекомендуем лететь на остров Лангаве. Это небольшой островочек. Вот здесь. Вот. По поводу Лангаве могу сказать, что сезон там практически круглогодичный. Не самое лучшее время для путешествия. Это апрель-май. Ну, и октябрь-ноябрь считается тоже, в общем-то, таким не сильно высоким сезоном, назовем это так. Однако могу сказать, что даже в эти месяцы на Лангаве замечательно. Я была сама лично в октябре, и там действительно отличная погода. Дожди практически не бывают. Очень редко, если проходит, то либо ночь, либо днем в течение минут 15. Вода. Вода совершенно особенная. Лангаве это особенный остров. Вода имеет бирюзовый цвет. Она не идеально прозрачная, но она совершенно восхитительная. Она особенная. Мне их дико понравилась, действительно, очень красиво. По поводу острова Лангаве. Это самый крупный из 99 островов архипелага. И, собственно, самый популярный. Наверное, именно его знают все, и мало кто догадывается о том, что это на самом деле архипелаг отмененный. Что, посмотрите, пожалуйста, действительно, великолепные закаты, великолепные пляжи. Очень много вагун, бухточек, мангровые заросли. Большое количество природных экскурсий, которые могут предложить наши партнеры. То есть, это действительно отдых, который можно совместить, в котором можно соцветить лежание на пляже и экскурсионную программу. Отели. На Лангкарне есть много, достаточно много пятерок, отели пять звезд. Есть четверки, которые подходят для туриста. И есть трешки и отели категории баджет, которые действительно бюджетные, но, в принципе, их действительно все равно можно предлагать, несмотря на что. Смотрите, отель Four Seasons. У него совершенно великолепный пляж. На самом деле, пляж этого отеля является визитной гарпичкой острова Лангкарне. Его очень часто используют в различных рекламных акциях, подборках и так далее, именно когда рекламируют остров Лангкарне. Потому что пляж безупречно белый, мелкий песок, великолепный вода, великолепный. Ну, то есть, действительно, на этот пляж люди хотят ехать. Отель Four Seasons это цепочка, поэтому все, кто знает этот отель, наверняка понимают, чего ожидать. То есть, это действительно отель категории лакшери, очень высокая очень высокий сервис. Но при этом вечером, например, у них очень спокойно. То есть, от этого отеля доехать до жизни, ну, минут 15 на такси. То есть, это действительно занимает какое-то время. Однако, для туристов, которые устали от суеты, которые устали от повседневной жизни, да, они готовы отдыхать в этом отеле, причем не выезжая за его пределы. Отель Ritz Carlton Лангкарне. Обратите внимание, это новый отель, сейчас мы его позиционируем как альтернативу отелю Датай, который сейчас закрыт на ремонт. Поэтому, обратите внимание, это очень важно, потому что Датай, это тоже визитная карточка острова, но его закрывают с октября месяца, они не принимают туристов, они будут полностью реновировать свои номера, ну, полностью отель. Поэтому на данный момент можно предлагать отель Ritz Carlton Лангкарне, он совершенно новый, у него такой же великолепный белый пляж, смотрите, пожалуйста, у него крайне интересные, очень красивые номера, милые пляжи, то есть это действительно отель, который стоит предлагать, тем более, что у них сейчас несколько акций раннего бронирования и бонусных ночей, которые все можно посмотреть у нас на сайте, это действительно интересная стоимость для отеля в течение 5 звезды лакс. Отель The Wasting Лангкарне, тоже цепочка, которую все прекрасно знают, могу точно сказать, что раньше не очень любила этот отель из-за пляжа, он был не очень хороший, однако сейчас они сделали реновацию пляжа, если можно так выразиться, и теперь у них идеальный заход в море, отель можно предлагать спокойной душой, он сейчас один из стоповых отелей в продажах, поэтому я его рекомендую, я в нем жила, он действительно очень высокого качества, великолепные завтраки, отличные ужины, и пляж действительно шикарный. Также могу, кстати, порекомендовать там великолепный спай, если туристы хотят, то можете их туда спокойно отправлять. Отель Дана Лангкарне, это относительно новый отель, выполненный в колониальном стиле, роскошный, действительно роскошный отель, хорошего, высокого качества, очень большие номера, есть русскоговорящий сотрудник, кстати, что очень немаловажно для многих наших клиентов, но Дана очень большая территория, у них очень уютная, она небольшая, такой маленький внутренний дворик, неподалеку расположен яхт-клуб, то есть, если у вас туристы любители соответствующего образа жизни и отдыха, то можно спокойно предлагать этот отель достойного уровня, но при доступной стоимости на размещение. Отель Андаман тоже один из самых известных отелей на острове Лангкарне, мы его можем порекомендовать, у него очень неплохая стоимость, действительно хорошая цена для пятерки, у них постоянно проходят какие-то спецпредложения, отель находится прямо в джунглях, вот если здесь обратите внимание, то есть, он действительно спрятан в джунглях, и у них очень широкая полоса белоснежного пляжа, можно рекомендовать туристам совершенно спокойно, действительно великолепный отдых, туда можно отправлять деток, им будет комфортно. Отель Берунжай Лангкарне, отель позиционирует себя как четверочка, но я его продаю всегда как 4+, либо как пятерка, потому что на самом деле сервис у них на 5 баллов. Сам отель расположен в джунглях, если вы обратите внимание, вот прямо здесь на склоуне стоят маленькие шале, они все проходили реновацию не так давно, то есть, действительно, номера обновленные, красивые, свежие, минимальная категория номера Рейнфоррест шале, это домик поделен пополам с двумя разными входами. Если мы берем следующую категорию Рейнфоррест студию, то это полностью домик будет принадлежать туристам. На самом деле очень любопытное размещение, то есть, вроде как уединенное, но при этом достаточно близко от жизни, есть недалеко кейблкар, это подъемник, возле которого, соответственно, очень много кафонщик-ресторанчиков, туристам могут со спокойной душой быть и пройти пешочком минут 7-10 и быть уже в жизни в самой гуще событий. Очень от души рекомендую этот отель, мне он очень нравится, у него очень хорошая стоимость, тоже очень много разных акций, они предлагают, причем они комбинируются, все это тоже можно посмотреть у нас в онлайне. По поводу еще одной четверочки, это отель Френджи Пани Ланкави, у него длинная береговая линия, он находится прямо на берегу, очень чистый пляж, совсем недалеко от этого отеля расположена жизнь, ночная жизнь, кафешки, ресторанчики, какие-то местные заведения, то есть все это находится очень близко, тоже минут 10 наверное пешком, очень дружелюбный персонал, в принципе можно заказывать завтраки, обеды и ужины, рекомендуем для спокойного семейного отдыха, не обращая ваше внимание, что это отель, который защищает животных, насекомых, они не травят никого, то есть ящерки в номерах могут забегать, это может быть, просто чтобы туристы были в курсе. Отельчик Холида и Вилла, Холида и Вилла и Федерал Вилла это отели, которые наверняка знают все, кто когда-либо имел отношение к Малайзии и конкретно к острову Лангайя, однако на данный момент могу сказать, что если раньше Холида и Вилла всегда продавали как 4 звезды, пожалуйста, не говорите туристу, что это четверка, это трешка, на данный момент это уже трешка, они не планируют реноверивать свои номера, потому что отель очень популярный, у них стопроцентная загрузка всегда, и у них просто нет времени для того, чтобы освежить свой номерной фонд, поэтому в принципе если туристу необходим достаточно бюджетный, экономичный вариант проживания рядом с тусовкой, но при этом на первой линии, то можно предложить Холида и Вилла, но предупредить, что номерной фонд уже поживший, то есть турист должен быть к этому готов. Следующий фонд, про который я бы хотела вам рассказать, это остров Пинанг, он находится здесь же, недалеко от острова Лангайя, средний момент полета из Куала-Лумпур около 50 минут одного часа, то есть это действительно ты дольше садишься в самолет, дольше проходишь все формальности. Влетели, сели, прилетели, мы уже на Пинанге. Пинанг это современный курорт, там действительно очень развита инфраструктура, но это больше отдых для туриста не для того, кто нацелен конкретно на пляжный отдых, а для того, кто предпочитает совмещать, потому что на Пинанге, в Джорджтауне, великолепная экскурсионка, то есть у них сохранились клониальные постройки, там очень красивые дома, аутентичные, можно погулять, посмотреть, очень много всего любопытного, но при этом на Лангайи пляж однозначно лучше, то есть в принципе можно совместить эти два острова, если туристы захотят, это не проблема. Также напоминаю, так же как и на Лангайи, здесь сезон практически постоянно, то есть можно предлагать туристам. Посмотрите, вот таким образом выглядит городок, Джорджтауна, например, на острове Пинанг, то есть это действительно красиво, это стрит-арт, это много культурных каких-то красивых мест, которые стоит посмотреть, поэтому в принципе, если у вас турист не только хочет отдыхать на пляже, то можно предлагать ему Пинанг, поскольку там есть и великолепные пляжи, в том числе. По поводу отельной базы на острове Пинанг, ну, из рекомендуемых отелей из пятерок, их всего две, вы можете их сразу себе записать, это Eastern Oriental Пинанг и Шангрила, естественно, Шангрила, Рассасайянг. Есть несколько четверочек, ну, и, соответственно, трешку, одну мы дадим для ассортимента, чтобы у туристов было понимание, чтобы вы могли понимать, какие отели рассматривать, если турист будет запрашивать. Вы посмотрите, Шангрила, Рассасайянг, это курортный отель, он окружен тропическим лесом, действительно, просторные номера, пять ресторанов, два бассейна, ну, это Шангрила, как всегда, все знают, что это за отель, что это за цепочка, соответственно, они держат марку. Ну, можно рекомендовать, есть отдельный бассейн для взрослых, то есть, действительно, очень хорошего уровня отель. Истерн-Ориентал отель, это роскошный отель, как вы видите, написано, является наследием 19 века, действительно, старые здания, преобразованные, находятся на набережной в Джорджтауне, то есть, это отель находится на набережной, да, не на берегу пляжа, на набережной, но, тем не менее, он просто великолепен. Круглосуточные услуги, дворецкого удобства, различные, большой открытый бассейн есть, спа-салон великолепный, то есть, действительно, хороший отель, высокого качества, который можно спокойно предлагать туристам. Четверочка, Холиды Инн, ну, он расположен вдоль пляжа, то есть, его можно предлагать, как пляжный вариант, там можно будет искупаться, ну, 30 минут езды от города Джорджтаун, то есть, Джорджтаун, я делаю на этом акцент, потому что, это то, зачем едет туристный пенанг, он едет посмотреть именно этот город. Есть еще несколько четверок, пенанга, 4 звезды, он довольно экономичный, то есть, его можно предлагать собственная ванная комната, все замечательно, великолепные отели, антикварная мебель, то есть, действительно, тоже очень любопытно сделано, то есть, здесь все адаптировано под такой колониальный стиль, поскольку общая картинка города предполагает именера тоже примерно в таком же стиле. Еще один остров, который мы всегда рассматриваем для отдыха, это остров Борнео. Про остров Борнео мы с вами разговаривали в самом начале презентации, мы говорили о том, что это кусочек острова Калимантан, часть которого принадлежит Индонезии, часть которого принадлежит Брунею, и вот этот кусочек это Малайзия. Основной, здесь есть два аэропорта, это аэропорт Котокинабалу, вот здесь вот, есть еще аэропорт Кучинк, вот здесь вот внизу, но это больше для экскурсионных туров, то есть, для отдыха мы выбираем Котокинабалу, и отдыхаем здесь же недалеко. Борнео это третий по величине остров в мире, он действительно очень красивый, воды великолепные, есть несколько отелей, которые расположены недалеко от этого острова, отели-острова, которые тоже можно предлагать клиенту. По поводу Борнео, здесь очень богатая экскурсионная программа, начиная от горы Кинабалу, на которую обычно поднимаются туристы, причем поднимаются даже с ночевкой, потому что рассвет там особенно великолепен, столицы с палатками и ждут рассвета на вершине горы. Здесь уникальная совершенно природа, сохранившаяся на протяжении многих столетий, и туристы действительно знают, зачем едут, и они очень радуются, когда попадают на Борнео. Великолепные пляжи, несколько заповедников, очень много заповедников на самом деле. Все это предлагает нам остров, но для того, чтобы добраться до большинства заповедников, дальше из Коткинабалу нужно будет совершить внутренний авиаперелет. Это логистика уже более сложных туров, которые мы, в общем-то, обсудим при конкретном запросе, где я обязательно расскажу, как мы будем лететь, куда лететь и так далее. Спасибо. По поводу отелей на Борнео. Выбор на самом деле не такой уж и большой, честно говоря. Могу предложить несколько отелей. 5 звезд, 4 звезды и 3 звезды. Традиционно. По поводу 5 звезд. Смотрите, находящиеся в городе Коткинабалу отели, такие, например, как Ленивидиан Коткинабалу, они очень хорошего уровня, но это городского типа отель, то есть, соответственно, для того, чтобы добраться на пляже, туристам нужно будет либо ездить на трансфере, либо добираться куда-то за город отъезжать, либо добираться на катере до необитаемых островов недалеко от этого острова, недалеко от Коткинабала. Я предлагаю взыскательным туристам отель Гая Айленд. Это как раз-таки отель-остров, который находится недалеко от самого города Коткинабалу, но это буквально минут 20 на лодке от Коткинабалу. Это виллы-шале, расположенные прямо на склоне тропического леса, окруженные зеленью, то есть, действительно, лес тропический, сохраненный, великолепный, красивый и немножечко даже где-то может быть страшный, потому что он не тронутый совершенно. Можем предложить туриста, здесь великолепное море, здесь можно заниматься снорклингом, в принципе, ну, на дайвинг надо будет немножечко отъезжать, естественно, но снорклинг здесь великолепный. Отель предлагает высокий сервис, очень много ресторанов, ну, как бы, есть, естественно, рестораны, в том числе есть трансфер, они могут утром уплывать в Коткинабалу, в город и возвращаться вечером обратно, то есть, в принципе, они не являются замкнуты вот в одном конкретном пространстве, в любом случае, у них будет возможность выбора своего конкретного отдыха. Туристы, которые в этот отель ездили, остались очень довольны. Отель Шангрила Расрия, ну, это всемирно известный бренд, мы его уже сегодня даже упоминали, обсуждали, это цепочка Шангрила, высокие стандарты обслуживания, они действительно соблюдаются везде и всегда во всех отелях. Можно его предложить, здесь чудесный вид на море, у них свой кусочек пляжа, вы посмотрите, причем он достаточно широкий пляж, здесь действительно хороший вариант. Ну, и как всегда предлагаем этот отель для семей с детьми, поскольку детская политика в отеле очень лояльная, до определенного возраста до 12 лет детки здесь проживают бесплатно, в том числе и завтраки, то есть действительно можно предлагать туристам этот вариант, если они едут с детками. Пляж великолепный, купаться дети смогут, чем заняться тоже найдут обязательно, потому что все-таки это отель высоковыборный. Отель Nexus Caramboonai, они себя позиционируют как пять звезд, но ситуация такова, что отель довольно давно не реновировался, поэтому мы его предлагаем как четверочку, то есть он действительно хороший, у него очень хороший пляж, у него широкая пляжная полоса, пожившие номера, в принципе как четыре цветы можно предлагать этот отель. Хотя большинство номеров были реновированы недавно, но тем не менее все равно не дотягивает до шинделы, поэтому можно как четверку предлагать спокойно. И обратите внимание опять же такой нюанс, что постоянное наличие русскоговорящего либо русского персонала, то есть для многих туристов это тоже принципиально. Единственное, что Мексус находится довольно далеко от самого города, это 30-40 минут езды на транспорт, ну на машине, зато прямо посреди джунглей. Соответственно, если туристы хотят постоянно какой-то жизни и движения, то это не их вариант, то действительно нужно будет ездить до города. И отельчик три звезды Берингис Бич. Я обращаю ваше внимание на этот отель, потому что по большому счету это единственный отель три звезды, который находится на первой линии и у которого есть свой кусочек, ну не свой кусочек, пляжи, там все пляжи общественные в Малайзии, но по крайней мере у них есть возможность предложить скажем так лежаки и зонтики на пляже. Пляж хороший, песчаный, чистый, убирают регулярно, но опять же отель находится не в самом городе, нужно было доехать до него, это тоже 30-40 минут на транспорте. Последний остров, на который я бы хотела обратить ваше внимание, это острова Панкор. Смотрите, вот они остров Панкор находятся здесь, Панкор и Панкор Лаут, туда Ланкави чуть дальше, соответственно на Ланкави мы летим, а до Панкора мы можем осуществить трансфер около трех часов на комфортабельной машине, очень приятное путешествие из столицы Куалампур, соответственно не нужно дополнительных авиаперелетов, и действительно очень хорошие снорклинг здесь, на этих островах, опять же, сезонность здесь практически отсутствует, сезон практически круглый год, есть небольшой спарк, вот как и на островах Ланкави, это апрель-маль и октябрь-ноябрь, но это незначительно, то есть это действительно не ощущается, дождей и проливных не будет, просто небольшое снижение сезонности. По поводу Панкора, он совсем небольшой, он буквально как написано 12 километров в длину и 4 в ширину, то есть он действительно маленький, но здесь можно найти отель на любой вкус, 3, 4 звезды и отель 5 звезд Deluxe Панкор-Лаут, мы это называем Малайзийскими Мальдивами, потому что это действительно великолепные виллы, расположенные на берегу, также есть виллы, расположенные в джунглях, это можно предлагать туристам, это уединенный отдых очень высокого класса, для тех, кто не хочет совершать дополнительный авиаперелет, например, для того, чтобы побывать в Шангреле или в Ридскар-Лауте, то есть мы предлагаем Панкор-Лаут, недалеко великолепный снорклинг, дайвинг, погружение, подводный мир просто поражает, при этом, опять же, находясь на территории отеля, можно найти очень большое количество развлечений, то есть это йога, это спа, процедуры, рестораны, какие-то активити и так далее, то есть все это предлагается и этим отелем, и более недорогими, да, отелями 4 звезды и 3, все это можно посмотреть на сайте, в принципе, но могу рекомендовать это для тех, кто не хочет совершать еще один дополнительный авиаперелет. Вот, посмотрите, пожалуйста, какие красивые картинки, это действительно, это действительно так, действительно так выглядят, действительно там есть такие гамаки, можно на них лежать и получать массу удовольствия. По поводу отеля, вот обратите внимание, Панкор Лаута, это отель-остров, который я только что говорила, это 5 звезд делюкс, есть четвертый из Гарден Бич, тоже на сайте представлен, и трешечка Панкор Сэнди Бич Резорт, она вполне себе симпатичная, то есть действительно можно туристу предлагать. И последнее, я бы хотела обратить ваше внимание на то, что, как я уже говорила, в Малайдии есть большое количество экскурсионных программ, которые можно предлагать. Это, безусловно, экскурсионки природного характера, однако, они совершенно великолепные, то есть вот, например, мы предлагаем программу Котики на Баус, Нидакан, Селинган и остров Мобул. Я сейчас вкратце буквально расскажу, чтобы вы понимали вообще, что можно предложить туриста, чтобы он увидел совершенно необыкновенную Малайзию. Смотрите, входит экскурсионный тур в деревню Мари-Мари, я написала это уже, там турист может познакомиться с традициями некоторых племен и народности острова Борнео, они посетят жилища национальные, поучаствуют в некоторых домашних обрядах, некоторые местные обычаи, отдохнут в демонстрационных, ну, это демонстрационные хижины, созданные специально для туристов. То есть, действительно, великолепное представление, уникальное развлечение, то есть, это действительно очень здорово. Дальше, в эту же программу включено путешествие на черепаший остров, Селинган. Это место гнездования зеленых морских черепах, туда действительно съезжаются туристы со всего мира, потому как этих черепах не так много в мире, а здесь есть возможность вечером под присмотром рейнджера посмотреть, как черепахи, во-первых, откладывают яйца, во-вторых, вылупляются маленькие черепашата, как они бегут к воде, то есть, рейнджеры очень трепетно следят и охраняют их там от нападок птиц, например, которые пытаются их уничтожить. это действительно местный заповедник, который туристам могут посмотреть, у них есть уникальная возможность поучаствовать в процессе. Также в этой программе есть центр Сепелок, это центр восстановления орангутанов, это восстановление и подготовка их для дальнейшего выпуска в природу, в живую природу, чтобы несчастные орангутаны, которые либо осиротели в детстве, либо осиротели, либо были ранены, их восстанавливают, их приучают к жизни в диких условиях и возвращают обратно на природу, в природу. И после этого центра по проселочной местности туристы едут в долину Данум. Долина Данум это совершенно уникальный заповедник, это одна из самых сложных экосистем мира, девственные джунгли, возраст которых составляет более 130 миллионов лет. То есть это действительно совершенно уникальное место, которое многие туристы стремятся посетить, которое мы можем предложить вашим клиентам, если вдруг у них появится такой интерес. Ну и завершается программа, это остров Мамбул, это изумительные пляжи, подводный мир, пальмовые заросли, это вот тот самый релакс на пляже, который они захотят в конце любого путешествия, которое им будет необходим. Но помимо релакса на пляже они могут увидеть обитателей морского дна, это тот же снорклинг, но там морские черепахи трех видов, мурены, рыбы-клоуны, рыбы-попугай, барракуды, рифовые акулы, то есть подводный мир просто совершенно уникальный, можно предлагать туристам со спокойной душой, это прямо действительно бесконечные сады кораллов, морских звезд и так далее. Поэтому я с удовольствием анонсирую эту программу, предлагаю вашим туристам, и в случае, если этого будет недостаточно, можно предложить дальше продлить программу Куала-Лумпур, например, соответственно, с шопингом, либо можно предложить Сингапур туристу. Дальше вариантов уже очень много, очень хочется, чтобы ваши туристы посетили Малайзию, чтобы они полюбили ее так же сильно, как мы, поэтому мы всегда стремимся к тому, чтобы наши туристы всегда были в восторге от своего путешествия, чтобы они вернулись к вам, а вы вернулись к нам. Спасибо вам большое за ваше внимание, я надеюсь, что я вам дала достаточно много полезной информации, какую-то более подробную информацию можно будет найти либо на сайте, либо обратиться к нам напрямую, позвонить по телефону, я всегда с радостью консультирую, подсказываю, если что-то, если могу вам чем-то помочь, то с удовольствием это сделаю. Хочу обратить на некоторые мероприятия, которые у нас проходят сейчас в Санкт-Петербурге и в Москве, 25 сентября в Санкт-Петербурге у нас проводится крупный воркшок с принимающими странами, поэтому если агентства из Санкт-Петербурга будут заинтересованы в этом, пожалуйста, заходите к нам на сайт, смотрите, там достаточно много мероприятий. Спасибо вам большое за внимание еще раз, всего хорошего, до связи!